Приветствую вас. Отчасти вы правы. Отчасти вы правы в том, что мужчина, скорее всего, не изменится после рождения ребенка и после создания семьи. Вы правы в том, что говорите по поводу беспокойства. Это действительно беспокоит, действительно беспокоит его не самостоятельность. Действительно беспокоит то, что человек, по сути, не распоряжается самостоятельно своими финансами, своими ресурсами. Поэтому я вас здесь прекрасно понимаю. Другой вопрос. Для чего, зачем вам такой мужчина, в принципе, нужен? От слова «вообще», от слова «совсем», если он не самостоятельный? Для чего вам в таком случае создавать с ним семью, если он такой не самостоятельный? Зачем тратить на него свое время, если он не может дать вам то, что вы хотите? Видите ли, у мужчины есть много причин так себя вести. Нам, нам эти причины не всегда и не совсем могут быть понятны. Но совершенно очевидно, что человек сам проблему в этом для себя не видит. И если он сам для себя в этом проблему не видит, то вам его не исправить. Вам его не переделать. Все, что вы можете конкретно, вот конкретно сейчас сделать, это выразить ему свои ощущения, выразить ему свои эмоции по поводу того, что происходит. Можете рассказать ему о том, что вот, меня беспокоит, например, то, что ты все деньги отдаешь, там, допустим, ну, своим племянникам, да, и так далее. Вот. И здесь, на мой взгляд, вы будете совершенно правы, если выразите свои переживания, если выразите свои эмоции. Но объяснять что-либо ему говорить, что-либо ему пытаться его переделать, это, на мой взгляд, совершенно дупиковая вещь, потому что человек без своего собственного желания, как правило, не меняется. А он получает некую выгоду от того, что делает, он получает некий плюс от того, что делает. И вряд ли можно рассчитывать и ожидать, что он изменит свою позицию. По крайней мере, до тех пор, пока у него не будет достаточно серьезных потрясений в жизни. Этим серьезным потрясением в жизни, точнее, может стать, допустим, ваше отстранение от него, ваше отдаление от него, желание завершить отношения, ну и все в таком духе. Вот примерно такая позиция, примерно такая позиция может быть у вас. Примерно такая позиция адекватно может вам поспособствовать в решении вашей проблемы, вашего конфликта. Ведь человек в отношениях находится со своими родными уже давно. И если вы будете пытаться его отговаривать, это может быть воспринято как то, что вы пытаетесь настроить его против своих членов семьи. А это может быть негативно встречено как им самим, так и его родными. И никто не будет слушать, конечно же, о том, что вы говорите про автономность и так далее. Даже если вы говорите вещи не чужды здравому смыслу. Поэтому я бы хотел, чтобы вы спросили себя, принимаете ли вы человека таким, как он есть здесь и сейчас. Потому что, коль вы начали с ним отношения, ну, наверное, это означает, что вы его принимаете таким, как он есть. А сейчас получается, что нет. Потому что есть вещи, которые вам... которые вас тяготят. И поскольку это человек, поскольку это личность, поскольку это... Ну, на мой взгляд, это уже готовая, это уже сформировавшаяся личность, то мне кажется, что... Имеется в смысле спросить себя, принимаю ли я мужчину таким, как он есть или нет. Готовый ли я жить с таким несамостоятельным мужчиной, который в будущем, может быть, как-то изменится. А может быть и не изменится. Готовый ли я принять тот факт, что человек всегда может вести себя так? Если вы готовы это принять, если вы можете это принять, то в таком случае вам стоит с ним в отношении касаться. Если же нет, то без сомнения этого делать не стоит. Обратите внимание на то, что вы беспокоитесь о своей семье. Обратите внимание, что вы беспокоитесь о детях. У меня такое ощущение, что вы ищете мужчину, подходящего для создания семьи и для рождения детей. Такое у меня сложилось впечатление. Я, конечно, надеюсь, что я не прав, но пока что все выглядит так, что вы просто ищете себе подходящего партнера для реализации именно ваших желаний. Таких, например, как создание семьи и рождение ребенка. Но в этом случае можно говорить о том, что вы преследуете свои цели, за которые вам нужно отвечать. То есть за те цели, которые вы хотите достичь, нужно нести ответственность. Эту ответственность нести вам, потому что цели ваши, а не мужчины. Потому что он может разделять ваши цели и желания, а может и нет. Предположим, вы хотите семью, и предположим, вы хотите довольно обособленную семью. Все, ваши желания вполне имеют место быть. Но тогда, в таком случае, очень важно, чтобы и мужчина для этого был подходящий. Чтобы это был не человек, который не может обеспечить вам то, что вы хотите. В противном случае, все это звучит так, что вы на самом деле не очень сильно хотите старать семью. Нет, вы считаете, что она у вас должна быть, конечно, и нет. Вы ее хотите, конечно, семью я имею ввиду. Но возникает в таком случае ощущение, что хотите вы ее как-то не достаточно сильно. Потому что выбирают для себе партнера такого, который ни много ни мало не способен дать вам то, что вы хотите. И дело не в партнере, он такой, какой есть, а дело вам. Чтобы вы выбираете мужчину, который не может удовлетворить ваше желание. Вот примерно такой, я думаю, вам можно дать ответ. Мне бы хотелось, чтобы вы поразмышляли об этом. Мне бы хотелось, чтобы вы поразмышляли о том, в каком направлении вы движетесь. Мне бы хотелось, чтобы вы поразмышляли о том, в какую сторону вы движетесь. Мне бы хотелось, чтобы вы поразмышляли о том, что ли это, то, что сейчас происходит. То ли это, что вы хотите. То ли это, что вам нужно. Или, может быть, все-таки речь идет несколько о других вещах. Потому что, если, к примеру, человека вы любите, то, ну, возможно, в таком случае имеет смысл разделить все его проблемы, все его сложности, все его трудности и так далее. Я, честно, честно, честно говоря, не думаю, что в этом может быть что-то плохое. Если же у вас к нему отношения именно через призму получения желаемого, то есть через призму создания смысл и вы смотрите на мужчину. В таком случае, как я уже сказал, вам необходим именно подходящий партнер. И этот мужчина, очевидно, вам не подходит. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Если он понравился вам, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я надеюсь, что ситуация, в которой вы оказались, разрешится максимально корректно. Я надеюсь, что вы сделаете свой выбор. Я надеюсь, что он и мужчина тоже сделает выбор. Но я надеюсь только на то, что вы подтолкнете его к совершению этого самого выбора. Потому что без этого, ну, вряд ли у вас, опять же, получится выйти из этих отношений без вреда для себя. Пока что выглядит все так, что вы увидели человека, по вашему мнению, подходящего, и пытаетесь слепить из него то, что нужно вам, игнорируя его личность. Всего вам самого доброго.